При внесении изменений в бюджет впервые с 2011 года депутаты распределили дополнительные собственные доходы в объеме более 1 миллиарда рублей. Это показатель того, что экономика оживает. Увеличиваются поступления крупнейших налогоплательщиков, предприятий, металлургии и химии. Все это учитывалось при корректировке расходной части. Поправки, которые носят расходные обязательства, все носят социальный характер. Мы направляем существенные деньги, почти 600 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства. Мы направляем существенные средства на программу переселения ветхого аварийного жилья. Мы направляем дополнительные средства на социальную поддержку людей, социальная политика. Кроме того, больше 350 миллионов рублей депутаты направили на повышение заработной платы бюджетников. Целый блок вопросов в этот раз был посвящен ограничению продажи алкогольной продукции и энергетических напитков. Сегодня на сессии депутаты очень бурно обсуждали запрет на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Мы полностью их запрещаем. Безалкогольные тонизирующие напитки запрещаем в спортивных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, в образовательных учреждениях. И рассмотрели инициативу прокурора области, который предложил запретить продажу всех спиртных напитков в День молодежи, в День защиты детей и 1 сентября. Кстати, подобные законы приняты во многих регионах России. Если рассматривать отдельно Вологодскую область, то только с начала года продажа пива на территории нашего региона возросла на 36%. Крепкого алкоголя на все 40%. Вологодская область является на северо-западе лидером пошаговой доступности продажи алкоголя. Так, на 118 жителей имеется одна торговая точка продажи алкоголя. Значительное употребление населения в алкогольных продуктах привык к тому, что каждое третье преступление на территории области совершается в состоянии алкогольного опьянения. И каждый пятый подросток совершает преступление также в состоянии алкогольного опьянения. Однако эти данные сегодня не убедили лишь депутатов фракции «Справедливая Россия». Они вовсе отказались поддержать новые поправки. Не были услышаны аргументы, которые позволили бы это поддержать. Если мы говорим о том, что эта инициатива направлена на борьбу с тем, чтобы молодежь и несовершеннолетние не развивалась алкоголь, то у нас на сегодняшний день и так эти ограничения существуют. Также не было аргументировано, почему именно эти три дня. Ведь на сегодняшний день – это не те дни, когда у нас народ гуляет, выпивает. Поэтому есть и другие дни, когда более активно идут гуляния. Тем не менее, большинством голосов поправки были приняты. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования. Отдельное его положение – о запрете на продажу слабоалкогольных энергетиков и розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков – начнут действовать с 1 января 2015 года. Кроме того, по решению депутатов в области появится межведомственный координационный совет по организации добровольческой деятельности. Дело в том, что закон, принятый еще в 2012 году, в полную силу так и не заработал. До сих пор не создана база данных, реестр волонтеров, не утверждена форма личной книжки добровольца. Новый орган будет способствовать развитию движения. Это позволит более четко координировать действия государственной власти, муниципальных образований, муниципальной власти, общественных организаций, для того, чтобы координировать действия наших добровольцев, для того, чтобы знать, выявлять тонкие места в данном направлении и своевременно реагировать на те ситуации, которые случаются в нашей области. Другими словами, совет поможет более продуктивно использовать добровольческие формирования. Появится он уже в ближайшее время. Ну а кто в него войдет, должно определить правительство области. Александр Устинов, Игорь Трифонов. Новости Вологды.